здравствуйте дорогие друзья вы на канале луди свет ну что весна пришла дождались чудной чудный сегодня не чудное чудный день но чудной потому что слушайте столько грязи во дворе вообще вот эту раннюю весну терпеть не могу из-за этой грязи борисович говорит сама ее сделала что я сделала я взяла землю накопала с теплицы и везде набросала на сугробы называется чернить снег это такой прием есть в игротехнике что хочу сказать за три дня сугробы ну просто убавились но вдвое точно вот здесь где гортензии вот здесь не было видно вообще даже кольев не было видно посмотрите как оголились но мы еще так подкапываем вот здесь сугроб сил достаточно сильно розы открыла с одной стороны с другой на проветривание уже капитально и снимала с них лишний снег а там а там дорогие друзья вот видите скоро подснежники зацветут и как всегда их не видно там крокусы все в воде стоит в этом году просто не знаю целый ведь и пленка сверху вот что значит начал подтаивать снег и все идет в мой розари ну ладно пусть это вода быстрее наверное землю отморозит напитает и может быть земля оттает быстрее принципе розово так посмотришь все живые вот эти вот подснежники мне очень нравится конечно вот эта картина нерадостная такая грязная картина ну что делать надо пережить зато мои розы хоть оттаивают и ничего не рухнуло под такими сугробами это уже здорово ведь как я начернила и от сугроб почти не осталось а то было даже хвойных моих не видно они были все все закопаны хоть я несколько раз за зиму их откапывала но все равно вот теплицы уже гуляют мои первые растения петунии выставлены не все просто несколько ящиков поставила луку же даже не убираю несколько дней гуляет там и ну закрываю на канале у светлана ладисад показывала что я посеяла первую зелень ну всякие луки редиски и зеленухи и все это укрываю и пока там не могу еще протянуть кабель и сделать подогрев но еще в принципе и рано потому что кабель там весь примерз надо подождать пока все оттает думаю что недельку подожду или две и уже буду туда таскать растения освобождать светелку а в светелку переедет следующая партия ну что когда солнышко все равно хочется быть на улице смотреть но если будут сейчас такие хорошие дни буду обрезать эту яблоню как могу это вот у нас обрезана ну скорее бы грязь вся растаяла и снег этот бы растаял хотя снега еще очень много наверно до середины апреля а то и до конца апреля он запросто пролежит весь огород так чернить не будешь ну и грязище от этой земли ужасные двор постепенно оттаивает вот уже стульчик приготовили лавку сейчас скоро поставим можно сидеть на солнышке ой только что греть до сидеть и глядеть на эту грязь ой присела не очень-то хочется ну потерпим да дорогие друзья потерпим снимем куклу скланы свои и будем уже радоваться радоваться уже первой зелени они этой грязи дорогие друзья сегодня третий день от того видео которое вам сейчас поставила посмотрите что творится какие были сугробы и всего три дня ну можно сказать три дня и от снега осталось достаточно мало если не были видны даже гортензии мои снега уж не говоря о розарии то сейчас я хочу сказать что снег куда-то делся у нас здесь был такой потоп с дороги это вообще с дороги вода лилась первый раз такое в жизни вода была даже до крыльца представляете вот досюда все было в воде к дому не подойти то есть очень сильное обильное такое таяние снега ну-ка такие сугробы были с мой рост и ничего нет мы конечно чуть-чуть подраскидываем вот так снимаем такой снег залежавшийся чтобы воздух дать и дожди и солнечные дни достаточно два теплых солнечных дней прям очень-очень теплых и теплые ночи ночами нет морозов сегодня был первый наверное утренник а так вот можно сказать несколько дней было достаточно теплая погода без морозов и вот пожалуйста чего косить собрались это не котилка а чего будете снег снег аэрировать вот борисыч распаковку провел я вам недавно показывала видео что мы купили вот такой аэратор скарификатор аэратор все в одном bosch фирмы bosch заказали на яндекс маркет прислали все как положено как говорили в день и в час и 164 рубля взяли за доставку санкт-петербурга это 220 километров в принципе так мало никогда в жизни никто не брал 149 чего 149 рублей ну не так маленько сказала ну в общем вот такой что рассказывайте александр борисович чего он так громко говорить зависимости от этого самого что мы хотим сделать какой период времени если весной то в первое положение если прочувствуем когда-то на течение лета там 2 3 то есть тут есть регулировки что мы хотим сделать то ли мы хотим а как он прокалывает на почву там есть шнек с такими ну штырями будем говорить то есть он про а там пластины режущий как бы грунт не прокалывает а прорезает ну как сказать как ножи до будем говорить да очень прорезает грунт чтобы воздух был корням и кстати говоря когда корни прорезаны и они еще больше начинают ну пускать новые корешочки ага вот и еще кроме того он будет снимать всю траву старый горн вот то что мы граблями вычесываем теперь граблями ну наверное вычесывать не надо хорошо что это все собирается вот в этот отсек короб и это можно потом использовать для куда-то там или в компост или эмульчирование то есть все короб снимается вот так пожалуйста вымал протер и опять ну такой же короб у газонокосилки у нас хоть газ газона вроде у нас как бы не очень много но все равно работа очень трудоемка по прокалыванию делали мы это всегда вилами легкая в управлении легкая да и собрал ты ее там чего быстро да она в коробке было пять минут ну ручка собирается а сам он все так что вот такая новая штучка у нас будет это облегчает труд она электрическая да правильно говорю да электрическая да вот розетка тут все есть ну вот и скоро скоро еще будет одна обновка которая придет мне на день рождения но об этом будет когда придет следующем видео но не в следующем каком-то из видео я вам покажу новую штуку для сада огорода который я давно мечтала и который борисович сказал что обязательно купить ну вот о что тут вот что тут творится прямом эфире кто собирает саша тихонько саша кто собирает штуки кто гоняет иди сюда вот видите как все техники ну да будет у нас же как сказать парад техники как всегда тише саша выставляется техника на осмотр ну вот дети даже это радуются весне видите как саша с песнями что ли у нас песнями кто снег разбрасывает кто что делает ой 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 бабушку задавит ой задавит бабушку задавит сейчас дашь покататься то мне дашь что ты сегодня не жадная да нет а наверное хочешь сушечку не надо ну ты даже без сушки бабушки дать ну давай давай бабушка тоже попробуй ну-ка как тут не бабушкина нога тут не поместится боюсь это для саши ну-ка как саша умеет у нас гонять смотрю давай смотрю ну-ка давай ура ура скоро не будешь катать да да а чё ты так кричишь то я не могу понять ты лучше песенку пой какую-нибудь пой песенку все давай ой бабушку задавит сейчас опять не это хорошо саша хорошо поставь то ровно зачем ты куда поехал это сугроб грязный поставь хорошо и поехали задавит бабушку ой 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 боюсь боюсь я тебя вы боюсь я тебя ой какая встреча вот какая любовь то у нас тема пришел да сань покажи как ты гоняешь теме у темы тоже есть такой же да надо уже доставать скоро до тем но по городу еще нигде не проедешь городе еще уже сколько много воды ты на велике будешь кататься да конечно как дороги сейчас пройдут грязь и будь на велике кататься правильно а что тут пришли мои дети посмотреть а смотрите что бабушка вам покажет смотрите-ка земляника а кому же это земляника то кому же это земляника то ну-ка теме ягодка и и саша ягодка по-братски да а ягодки вот тут еще цветочки есть и ягодки завязываются красивые зеленые да да ну вот сейчас позреют видеть видеть вот все еще это не зрело вот позреет не трогай красненькая будет и бабушка угостит да кому бабушка так все красивое тут делает ну-ка проверьте ситуацию тем как все красиво красивая какой тебе цветок понравился покажи башки ну-ка найдешь какой красивый цветочек покажи вот у нас красивый цветочек вот такой да вот так вот такой а может тебе вот такой саш нет нет вот этот да ты что будешь у нас герани любить а петуни нет нет петуни как же так-то бабушка выращивает а тебе не понравился посмотри какой красивый посмотри какой красивый а нет да что это такое опять у меня таких много тебе приготовлено сейчас подарю ну ладно петуни не понравились значит пойдем дальше до сур да дорогие друзья хотела спросить вас а украшаете ли вы свою ванну ее комнату или туалет они кстати тоже могут быть украшены вот эти зеркала фикс прайс я даже с ними ничего не делала это наверное единственная покупка из фикс прайс которую просто повесила и ничего не облагораживала и очень подошло к цвету моего кафеля а еще одним из украшения ванной комнаты является вот так украшенная туалетная бумага у меня сейчас я дернула нечаянно и развалила весь все свое украшение если вы не знаете как сделать такие красивые розочки на туалетной бумаге то я сейчас вам покажу туалетная бумага теперь это не раньше советское время теперь она разных цветов разной толщины разной фактуры есть набивная не набивная да еще и с запахом или без чудо не надо знать да пользуйся вот а вот так у меня стоят рулончики посмотрите разные по цвету свет все разные ни одна не повторяющаяся и вот сейчас испортила эту композицию ну заодно и вам покажу вдруг кому-то идея это понадобится вот так дорогие друзья все из ситуацию исправила вот так вот красиво может выглядеть туалетная бумага времени минимально ну а мне кажется что очень очень симпатично мало кому-то интересно возьмите такую идейного вооружения спасибо всем за внимание заканчиваю сегодня необычно заканчиваю сегодня в ванной комнате желаю всем всего самого доброго и самое главное крепкого здоровья и так дорогие друзья оторвала я вот эти испорченные розочки от этих рулончиков теперь дело такое такой лайфхак я откручиваю ну может быть сейчас посмотрю ну с метр с метр туалетную бумагу открутил от рулона но не отрываю ее и немножко ее так пожала ну чтоб она вот такая была немножко сжатая аккуратно да а теперь беру на руку вот так и немножечко здесь с перехлестыванием иногда накручиваю вот так поворачиваю каждый раз ну чтоб это было немножко правдоподобно и еще кусочек бумаги продеваю вот сюда так неправильно неправильно вот сама уже забыла извиняюсь оставляю один конец где-то на 3 давайте на 3 оставим вот или даже на 2 на 2 на 2 кусочка оставляю и отсюда начинаю вот так вот закручивать на руку перекручивая перекручивая лепестки типа розочки и и сюда делаю серединку вот такой цветочек и теперь вот этот конец бумаги я тоже немножко его туда в серединку все расправляю аккуратно так и отсюда такая получается розочка и отсюда я вот сюда ее иск делаю здесь можно ну раз мы не пользуемся сделать скрепкой зажать или просто кончик туда зажать все посмотрите исправилась ситуацию ну и давайте еще раз то есть отмеряю примерно метр ну больше будет просто больше розочка не нужно оставляю 3 до вот три кусочка остальное я сминаю и и теперь от этих трех кусочка начинаю мотать на руку или на три пальца можно каждый раз немножко подкручивая или перекручивая ну и тогда когда вам все это дело нравится все готово теперь очень аккуратно я расправляю эту розочку здесь здесь вот длинновато ну просто оторвем и все надо потуже только сделать чтоб она держалась и при этом не рвануть чтоб не оторвалась да вот такая история где-то давным-давно я подглядела это в интернете и мне так понравилось правда там идея что-то мне тут не получается правда там такая идея была эти все туалетная бумага потом складывалась в такую прозрачную вазу ну такой клош смотрите вторая если нет скрепки то можно вот этот кончик очень аккуратно заправить вот сюда в карманчик ну так как бы чуть-чуть сжать и все складывалась такую высокую стеклянную вазу типа клоша и в этой вазе большой стояла такая бумага ну вот так красиво можно украсить ванну это такой маленький мастер-класс для ванны и туалетной комнаты вот так дорогие друзья все из ситуацию исправила вот так вот красиво может выглядеть туалетная бумага времени минимально ну а мне кажется что очень очень симпатично мало кому-то интересно возьмите такую идейного вооружения спасибо всем за внимание заканчиваю сегодня необычно заканчиваю сегодня в ванной комнате желаю всем всего самого доброго и самое главное крепкого здоровья а гласто косить на конфетки чего